Йо-йо-йо, здорово! С вами Димон Массел, и вы меня просили, и я снимаю. А также это последнее видео моего Galaxy Note 10 Plus с полным комплектом, чеком на Snapdragon. Уже сделана полная адаптация агрегации частот под наши сети, и в таком состоянии Note 10 Plus, поверьте, вы не найдете. Вы только посмотрите на него. Вы посмотрите на этот экран. Он же заляпан, черт подери. Ну и пофиг, это все следы от пальцев протирается салфеткой. Главное, что матрица в идеальнейшем белом состоянии до сих пор. То есть телефоном пользовались немного. Все датчики работают, телефон не скрывался, динамики пылью не забиты, играют громко, что верхний, что нижний. Вообще без проблем. Белый цвет идеальнейший, экран родной, никаких намеков на выгорание. Более того, если кто-то спросит, ой, Demon Muscle, телефоны со временем расклеиваются, у них пропадает влагозащита, да хрен там два. Этот Note 10 Plus продается у меня в объявлении, если вы оттуда, вот, видите этот имей, и, как видите, я не боюсь вот таких вот моментов. Так что, хоть в щели, хоть в камеру, куда угодно, заливайте, вода в него не пропадет, влагозащиту гарантирую. Потому что я, черт подери, тот самый Demon Muscle, который не продает восстановленные мобилки под видом оригинала. Стилусом даже не пользовался, поэтому наконечник в идеале, и еще куча сменных наконечников в комплекте. Короче, использование у телефона прям минимально лайтовое домашнее. Но сегодня, я думаю, что это последний день его использования у меня, потому что я выставляю его на Авито. Выставляю его по высокой цене, потому что этот идеальный дизайн, этот неторчащий блок камер, и эта прекрасная автономность этого процессора, со сочетанием с таким большим и сочным экраном, она чудесна. И эта автономность куда лучше, чем у ноута 20 ультра и у S22 ультра. Поэтому давайте сравним его напрямую с прямым конкурентом S22 ультра, поймем, стоит ли добавлять в два раза, чтобы купить S22 ультра. И учтите, что дешевле 40 тысяч этот чудесный ноут я вам не продам, потому что хер вы найдете Гонконг на две сим-карты, да еще и в таком состоянии, да еще и 100% герметичный, оригинальный и без выгораний. Так что погнали к обзору. Сейчас на клипе Моргенштерна я проверяю звук. По звуку вердикт такой, звук хороший и там, и там, если слушать их по очереди, разница абсолютно незаметна. Если одновременно включить два телефона и поставить звук на максимум, я вижу, что если вот так один телефон слева, другой справа, то все-таки S22 чуть погромче играет. Что касательно качества звука, и там, и там обычное среднее качество звука, ничего сверхъестественного. И в любом случае, если вы хотите насладиться качеством, вам нужны либо наушники, либо колонка. Звук с телефона это вся дерьмо, поэтому он неплохой, и там, и там, чуть громче здесь, на доле миллиметра, только при прямом сравнении в лоб это слышно. Что касается виброотклика, здесь уже хороший виброотклик, тут такой четкий удар, дышь, 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 то есть нет этого жужжания вибромоторчика, здесь именно такие тыки. Но, тем не менее, виброотклик прокачался, стал лучше, и эти тыки стали чуть более глубокие все-таки на S22 Ultra. То есть, кто любит такие, типа, не жжжж, а вот такую вибрацию, то она четче стала на S22 Ultra. Что касается экрана, давайте посмотрим. Отключаем фильтр синего, да, отключаем, значит, здесь и здесь, включаем белую тему. Вот в обычном меню, значит, вот мы смотрим на эти экраны. Во-первых, по размеру они одинаковые, хотя сам S22 Ultra чуть больше, чуть толще, он такой чуть-чуть более жирненький. Вот, ноут в этом плане поприятнее, у и камеры не торчит, и еще и он менее жирненький. Что касается экрана, вот я сейчас, если зайду в настройки калибровки экранов, дисплей, дисплей, смотрите, я вижу, что экран ноута, он чуть-чуть в желтый отдает. Тут можно это чуть-чуть настроить, мне нравятся более белые цвета, я сделаю так более холодные. Здесь у меня, видите, сильно холодный выкручен. Если даже вот так выкрутить, чтобы не было побелее там и там, и выкрутить яркость на максималку, то вот давайте сравним при прямом сравнении. Так, ну я вижу, что экран у Ultra 22, он все-таки чуть ярче. Не то, чтобы это заметно. Ну, видите, по цветопередаче похожие очень цвета, одинаковые цвета, я бы сказал. Под наклонами, вот сейчас я на них смотрю. Так, дайте, я сам посмотрю под наклонами. Ну, чуть-чуть, наверное, Ultra больше сохраняет белый цвет, а ноут чуть-чуть уходит в зеленый под таким сильным наклоном. Ну, как часто вы смотрите на экран под таким сильным наклоном, спрошу я вам. Шимы там и там одинаковые, я его не замечаю, так что на шимы мне пофигу. Сейчас именно хочу по цветопередаче и яркости понять. Но суть в том, что если включить адаптивную яркость, выключить, а еще и включить повышенную, вот так, да, то видно, что экран Ultra, он уже ни в какое сравнение с ноутом не идет, и он действительно сильно ярче. Сейчас адаптивно отключаем, все. Экран Ultra ярче, это четко мы видим, и здесь кажется экран какой-то тусклый, серый. Но это все сравнительность, потому что, смотрите, сделаем вот так вот, это отключаем, то теперь здесь кажется экран белый, здесь тусклый, да, то есть это можно и на средней яркости пользоваться, и оба экрана кажутся белые и яркие. То есть по факту вы же не будете использовать его на максимальной яркости, а иначе он выгорит. Но в принципе запас яркости больше здесь, на солнце запаса больше здесь, и в принципе даже без повышенной яркости, вот так просто выкрутив оба экрана в максимум, у вас этот экран чуть-чуть ярче, чуть-чуть он мне больше нравится по цветам, чуть-чуть белый и белее. Давайте посмотрим на красный именно, потому что то, что он ярче, мы поняли, а как именно по насыщенности цветов дела, я это всегда понимаю по красному цвету, потому что когда Samsung экономит на бюджетных телефонах, на S20 FE, например, на A-серии, то он вместо красного делает оранжевый, как в айфонах. Вот здесь же я вижу, что красный вообще одинаковый, что по яркости, что по насыщенности, то есть поэтому все окей. По зеленому цвету, у меня сейчас камера еще так передает, как будто бы они не зеленые, а какие-то бирюзовые, на самом деле такого нету, на самом деле они прям зеленые, вот такие вот, да, вот сейчас камера правильно передает. В общем, одинаковый зеленый цвет. И синий тоже, как видите, абсолютно одинаковый, нет никакой разницы. То есть в плане экрана, купив Note 10+, вы получите топчик, однозначно, вы получите топчик, со исключением максимальной яркости, которая нахер не нужна, если вам она и нужна, то учтите, что, допустим, вы в Дубае, и у вас там светит солнце, вы в Африке, и у вас вам нужна максимальная яркость, телефон нагреется вот этим солнцем, и все равно ее сбросит. Если вам дома нужна максимальная яркость, то это очень тупо, потому что мне дома всегда хватает 50% выше крыши. Больше только глаза напрягает, и больше только экран будет выгорать со временем, поэтому я этим не пользуюсь. Так что как-то по экрану вот так вот. Что касается 120 Гц, вот знаете, этот есть такой момент, кто-то 120 Гц не замечает, я к этому числу людей не отношусь. Я когда вот так вот листаю, то у вас видео вообще 30 кадров в секунду идет на Ютубе, поэтому вы не можете видеть разницу между пролистыванием. Работает телефон одинаково быстро, то есть я пролистаю одинаково быстро, и там, и там. Но само движение букв по экрану, я вижу, что у ультры происходит плавнее, понимаете? И вот даже когда мы двигаем вот так буквы, да, вверх-вниз, то в ноуте они чуть-чуть разъезжаются, потому что герцовки не хватает, и когда надпись в движении, она практически нечитабельна. Здесь же, когда надпись в движении, она гораздо более читабельна, потому что герцовки у нас больше. Но, короче говоря, экран стал плавнее, на Ютубе вы этого не заметите, потому что там видосы максимум 60 кадров в секунду, здесь экран 60 герц, видосики, фильмы, это вообще 30 кадров в секунду, игры 60 кадров в секунду, то есть вы это заметите только в каких-нибудь ВКонтакте, там, в лентах, где вы что-то сильно листаете, и вот там это пролистывание будет происходить побыстрее. Что касается скорости работы, Snap 855, он прекрасен, он не греется со временем. Вы как начинаете играть в игру на максималках, так у вас постоянно процессор на своих максимальных частотах работает. Здесь процессор мощнее, пока телефон холодный, во всем интерфейсе, ну, не надо говорить, что ультра греется, там, при просмотре Ютуб, при просмотре 4К видео, при там пролистывании приложений, нет, она в этих моментах никогда не греется. И поэтому, пока телефон холодный, он мощнее и, соответственно, быстрее. В чем возражается эта скорость? Понятно, что всякие такие приложения, как там, допустим, телефон, да, Ютубчик, это все равно оба телефона откроют максимально быстро. Вот если вы будете вот так запускать и смотреть, да, вот так, хоп, то у вас будет одинаковая скорость открытия приложения, потому что Samsung Note до сих пор чудесен по скорости работы. И в играх он тоже, вам его производительности точно хватит, при этом эта производительность будет стабильна, потому что здесь вы, допустим, запустите игру, она сразу будет идти в 40 кадров в секунду. Здесь та же самая игра сначала будет идти в 60, поэтому пройдет время, он нагреется и опустится, наверное, до тех же 40 кадров в секунду. Смотря какая игра, там это все такое спорное. Но тут в том, что вы должны понимать, что пока телефон холодный, этот все-таки быстрее. Когда он нагреется, он примерно такой же станет, как этот. А этот уже про свою мощность не скинет, потому что он так не нагреется, что процессор аж ограничивал сам себя. Этот момент вы должны усвоить. То есть, если вы не играете в последние тяжелые игрушки, то вам должно быть похер на эту производительность. Но экран, конечно, хочется, вот 120 Гц, мне они приятны. Хотя кто-то их отключает, и автономность, опять же, возникает вопрос. Вы говорите, вот здесь аккумулятор 4300, тут 5000, наверное, ультра держит дольше. Хрен там. Экран стал ярче, процессор стал мощнее, потребляет энергию он больше, греется он тоже больше, на тепло тоже нужна энергия. У нас не просто так тепло берется из ниоткуда. Более того, 120 Гц, тоже частота обновления экрана в два раза выше, процессору нужно прорисовывать в два раза больше кадров в секунду. Тоже все это потребляет больше энергии. Разумеется, S22 Ultra садится быстрее, чем Note 10+. И кто-то там меня начинает учить на ютубе, учись отключать то, учись отключать это. Я и так практически все галочки при первом запуске телефона отключаю, ставлю темную тему, отключаю GPS в фоне, ставлю всегда среднюю яркость, ну пускай адаптивную, но она и будет средней, ставлю темную тему, и в таких режимах у меня получается, что ультра держит часов 7, а Note 10+, может и 10 продержать, если аккумулятор в нем взять новый. Вот, так что как-то вот так. Поэтому Note 10+, это король автономности в моих глазах, и в принципе вот так вот менять, ожидая больше автономности точно не стоит, ожидая лучшего экрана по цветопередаче тоже не стоит, ожидая лучшего звука тоже не стоит, виброводка чуть-чуть другой, но я думаю ради этого телефона не меняют, а вот про камеру мы сейчас с вами и поговорим. Скорость зарядки здесь плюс-минус одинаковая, это все меня не волнует, меня волнует камера. И мы четко можем увидеть, что здесь были какие-то писько-объективы, здесь же сдуреет, какие большие дырки. Понятно, что сами линзы в них маленькие, да, и там, и там, но тем не менее, здесь все этот модуль выглядит гораздо массивнее. Тем не менее, он торчит из корпуса, что не очень удобно, потому что на Самсунге камера не торчащая на ноуте, да, здесь она практически вровень с корпусом, можно надеть тончайший чехол, и у вас в принципе телефон остается тонким. Здесь же камеры торчат сильно, не так сильно, как могли бы. Телефон в принципе жирненький, он толще, чем ноут 10+, он тяжелее, чем ноут 10+, хоть и такой же по размерам, но вот эти камеры, они торчат гораздо сильнее, потому что вот эти вот маленькие торчат как там, а вот эти уже торчат относительно этих еще в 2 раза больше. Поэтому чехол должен быть примерно вот такой вот, достаточно такой глубокенький, и при этом у вас вот эти камеры тонут в этой глубине чехла, их протирать неудобно, потому что туда у вас забивается пыль, то есть трехкратный оптический зум всегда, чтобы протереть, нужно как-то залезать туда внутрь и вот так его протирать. Вот эти объективы, они хоть не на поверхности, но каждый протирать нужно отдельно, а здесь я просто взял, вот так вот один раз провел, все, все камеры протерты, могу фоткать. Но давайте посмотрим, что он нам вообще нафоткивает, собственно говоря. Потому что, в принципе, мне Note 10 Plus кажется королем камеры. Если сравнивать версию Note 10 Plus на Exynos и на Snap'е, Snap однозначно намного лучше. Он и дольше держит заряд, он и прекрасней показывает себя в играх. Не то, что немного прекрасней, а в каком-нибудь PUBG он показывает себя чуть ли не в два раза прекрасней. Потому что если на Exynos идет PUBG 30 FPS, то здесь можно поставить настройка графики 60 FPS и играть ничем не хуже, чем можно играть в PUBG вот на S22 Ultra. И, в принципе, камера намного сочнее и контрастнее, чем на Exynos версии. Но хватит ли этой сочности или контрастности, чтобы бороться с S22 Ultra? Вот это мы сейчас и узнаем, черт подери. Кстати, хотел похвастаться. Видите, даже вокруг порта зарядки нет никаких царапин практически. То есть это доказывает, что телефон немного был в использовании, потому что точно такие же потертости у меня уже есть и на S22 Ultra, которым я пользуюсь всего два месяца. Вот, ну да ладно, переходим в галерею, смотрим, что я тут нафоткал вообще. Давайте сначала просто посмотрим, как вот без искусственного интеллекта, как видит камера все предметы. Вот мы начинаем сравнивать. Мы видим, что мы видим? Очень похожий результат. При этом стол красивей на Note 10+, красный, более яркий на S22 Ultra. Что у нас по яркости? Давайте одинаково выставим. Ну, я думаю, это сопоставимый уровень яркости. На Note чуть больше, но просто потому, что он и, собственно говоря, сам чуть тусклее. Поэтому надо выставлять чуть больший уровень, чтобы получить ту же самую яркость. На Note мне нравится его 10-мегапиксельный, 12-мегапиксельный модуль, то, что нет никакого объединения пикселей в один, вот этой всей фигни. Здесь всегда все как бы стабильно, четко. Ты получаешь то, что ожидаешь. На Ultra ты можешь получить как очень крутой результат, так и очень отстойный иногда, но в основном крутой, конечно. Итак, но вау-эффект у вас не будет. В целом я вижу, что вот эти вот складочки, сейчас я четче даже вижу на Note 10+, но в целом все очень похоже. Кисточки зелененькие, вот эти вот, я вижу чуть лучше на S22 Ultra. Сейчас мы вот так вот смотрим на вот этот вот, значит, стол. Здесь крыша чуть более яркая у домика на S22 Ultra, но в принципе по цветам нет какой-то такой разницы, что на Note 10 не хватает цветов. То есть по насыщенности все очень красиво, мне прям нравится. Вот, если бы я сейчас поставил сюда какой-нибудь Note 10+, на Exynos, то там все было бы белесое. Не было бы ни такого яркого красного, ни такого яркого синего, там все было бы так себе. И по контрасту, и по детализации. Даже видите, детали на стене, они четко видны на обоих телефонах. А вот если мы зайдем в темное помещение, действительно темное, да, то смотрите, что мы здесь видим. Ну, как-то вот так вот. То есть на Ultra поярче, и лучше видно вот туда вдаль, если тут угол смотреть, то на Ultra мы там видим вдали, на Note не видим. То есть камере света не хватает. Вот так вот выглядит съемка в темноте. Ну, сейчас мы уже покажем готовый кадр, просто сейчас хочу вам показать, как в принципе это работает. Note иногда теряет фокус в темноте. Это мы тоже должны учитывать. Так. Далее смотрим на лестницу. Ну, тоже видно, что детализация больше, и цветность у самой лестницы, конечно же, лучше значительно на S22 Ultra, до того, как мы сделаем готовый кадр. Здесь такой же самый результат. Здесь мы переходим в комнату с нормальным освещением, смотрим на полотенце, и тоже мы видим, что на Ultra оно более правильного розового цвета, в то время, когда на Note оно все-таки немного зелененькое. Сейчас, секунду. Точнее, немного блеклое. Далее стены тоже. Вот на Note берется какой-то немного зеленоватый оттенок, которого нету на Ultra, и это, конечно, правильно, потому что стены у нас желтые. Снимаю на Fold 4. Далее вот куча белья, куча деталей здесь можно посмотреть. Складочки на одежде, видите, они чуть четче выделяются на Ultra 22 все-таки, да? То, что касается картинок на заднем фоне, сейчас уроню телефон, мне кажется, мне бы не хотелось его разбить в день продажи. Вот принцесса, например. Ну, похожий результат, в общем-то, и там, и там все видно хорошо. Ковер лучше проработан на Note, банка, наверное, получше проработана на Ultra. Здесь у нас кошка. Как она выглядит? Ну, ее понятно, что плохо видно. Ну, как-то вот так. Давайте уже скорее переходить к готовым снимкам, просто вы просили детальный обзор. Вот я вам стараюсь детальный обзор максимально и снять, как уж это получается. Причем, знаете, что круто? Вот на Ultra вы берете, чтобы кадр в темноте сделать, она в любом случае вам сделает выдержку. Вот 3 секунды и поехали. Вы не можете сделать быстро кадр в темноте. Зашли в темноту, все, даже не включая ночной режим. На Note, если вы ночной режим не включаете, вы можете сделать кадр быстро. Или, если вы хотите сделать кадр с выдержкой, вы заходите, включаете ночной режим, и тогда, собственно говоря, вы делаете этот кадр уже ночью, уже с выдержкой. Выдержка тут дольше, целых 5 секунд. И давайте посмотрим, где результат будет лучше. Тут после 5-секундной выдержки или там после секундной. Ждем, пока обработается, опять же. И начинаем смотреть. Видите, тут за 3 секунды результат получился ярче на Ultra, значительно ярче. И по деталям лучше, в принципе. И, в общем-то, по всему он получился лучше. Он ярче просто. Получился даже за 3 секунды снимок более яркий. Ну, да ладно. Погнали смотреть, что я там вообще нафоткал. 108 мегапикселей, зум и так далее. В любом случае, вы должны понимать, что здесь у вас всего лишь 3 камеры. Широкий угол, основной модуль и 2-х кратный оптический зум. В то время как на Ultra и широкоугольный модуль. И 108 мегапикселей, и 12 мегапикселей в этом же модуле, которые объединяются 9 в 1, если надо. И 10-х кратный оптический зум, который позволит приближать вам, как сдуреть, 10x без потери качества, и 30x с хорошим качеством вдаль, ну и 100x с фиговым качеством, но зато сдуреть как вдаль. И 3-х кратный зум, который в любом случае лучше, чем этот 2-х кратный зум, и в любом случае даст вам красивые портретики, и будет все классно. Ладно, поехали. Открываем галерею. Начинаю сразу с козырей заходить. Начинаю с темного кадра. Итак, темный кадр. Как видите, давайте-ка мы свет в комнате выключим, чтобы у нас был только вот свет экранов. Значит, смотрите, сразу здесь появилось все в розовых тонах. Она увидела розовое одеяло, и все покрасила в розовое. Это неправильно. Стены были белые, на Ultra это лучшее. По деталям тоже. Детали, конечно, ужасные там и там. Давайте-ка мы яркости добавим. Вот так вот. То что-то это с этой адаптивной яркостью, блин. Давайте-ка мы ее отключим пока что вообще. Угу. Тык, тык. Итак. И мы видим, что на Ultra снимок и поярче, а вот по четкости я бы не сказал, что он сильно четче, что он вообще четче. Потому что вот эти вот зарядки, они четче видны на Note 10. Note 10 у нас справа, кстати, если что. Но для тех, кто не в курсе. Вот, значит. Как-то вот так. То есть очень похожий результат. Особой разницы я не вижу. 0T чуть поярче. И, наверное, почетче, конечно. Но местами, местами. То есть вот здесь цвет передал лучше. Вот это мы видим, что желтое. Здесь мы не видим, что это желтое. Вот так вот. Ладно, давайте еще посмотрим кадры. Это еще один кадр. Уже без выдержки. Здесь у нас трехсекундная в любом случае была. Тут в автомате он быстренько сфоткал и получил ужасную ерунду. Потому что здесь, когда снимок яркий, красивый, здесь темный, ужасный. Далее. Тут вообще ширик. Да, тут ширик у нас сразу пошел с ночным режимом. В любом случае здесь ширик сфоткал за секунду. Далее. Еще один кадр на ширик уже с выдержкой. Здесь опять все красится в розовый цвет ужасно. И, конечно, ночные фотки хуже будут значительно. Далее. Двухкратный оптический зум. Здесь был реально двукратный оптический со второго модуля. Здесь он перешел на основной модуль и просто приближал вдаль. Но, тем не менее, важен результат. И по результату я четко вижу, что на ультре все-таки как-то ужасно много шумов. Но позолотистее, покрасивее. Как-то вот все-таки на ультре почетче. Далее. Лестница. Мы четко видим количество деталей. Здесь просто ступеньки какие-то смазанные. Нет на них никакой ни текстуры, ни ничего. Здесь вся текстура дерева сохранена. Ультра молодец. Это такие средние условия освещения дома. Далее. Что касается такого домашнего кадра. Смотрите. Цвет более глубокий, красный. Мне он нравится здесь. Здесь получился более яркий кадр, но как-то не очень. Потом, что касается вот картины, например, и деталей картины. Это пока все 12-мегапиксельные снимки. Тоже картина более контрастная, более четкая на ультре. Разница не велика, но разница есть. Еще один кадр. Тоже по цветам я разницы вот здесь не вижу. Здесь уже побольше света у нас попало в кадр. И, в принципе, результат получился аналогичный. Никакой разницы здесь я увидеть не могу при всем желании. Ну, хотя чуть больше, наверное, текстуры и шерсти кота видно на чемодане, на ультре. Далее. Кадр крутой. Сквозь листья деревьев пробивается закат. И мы можем увидеть, что, конечно, кадр красивее на ультре. Почему он красивее на ультре, спросите вы? Потому что здесь появляется немного такой белесой дымки какой-то, да, на ноуте. И в то, вот видите, немного такое более белесое вот это вот все, да, из-за того, что солнце светит в камеру. И может то, что линза не суперклея, может еще что-то, и появляется этот засвет. Здесь же я вижу четко все. То есть очень красивый получился кадр. И вот трава, она чуть более детализированная именно на ультре, да. И вот даже если приблизить вот это колесо, то здесь я какой-то рисунок протектора вижу, здесь я колеса, рисунок протектора не вижу. Ну и, в принципе, вот так вот кадр, если даже смотреть, то очень похожий, да, очень близкий. Но все-таки чуть больше игры света, чуть больше контраста, чуть больше деталей на этой ветве винограда все-таки на ультре. Далее вот такой вот кадр. И снова, смотрите, четкий красивый красный цвет, да, прям идеально красивый. И немного белесовато-красный, вот так вот. То есть, все-таки мы видим, опять же, что им оно добавляет какой-то муть. И если вот этот листик вот здесь прям красивый, со всеми прожилками, то на ноуте он какой-то белесенький, прожилок не видно. И, конечно, тут прям кино... Короче, прям кадры профессионального художника, профессионального фотографа. Здесь как-то мутновато. И тоже на ближнем фоне, видите, здесь листики видны, тут уже темное ушло. Так что вот так. Теперь, что касается неба засветов заката. Вот здесь ноут молодец, прям порадовал, закат сделал лучше. Больше видно именно желтых цветов, когда солнце было на закате. И, в принципе, трава как-то более зеленая, чем на S22 Ultra. И даже вот по деталям, если вот так приблизить вдаль, то, в принципе, конечно, плохо. И там, и там. И там, и там плохо. Честно вам скажу. Плохо, и там, и там. Вот. Но, в целом, вот так кадры издалека смотришь. Поярче, пожелче. Красиво. Мне нравится. Вот. Это ширик тоже самое. Здесь ширик, как видите, ультры сильнее. Доски я вижу. Здесь прорисовку досок, такую хорошую, я не вижу лично у домика. И очень много. Вот здесь уже шума, каши, прям плохо. Вот. Но это прям закат. Это, то есть, ширик надо фоткать, конечно, пейзажи днем. Далее. Это вот такой вот снимок. Что он? Это зум, значит. Трехкратный против двухкратного. Ну и, разумеется, трехкратная оптика. Она выигрывает. Видите, насколько колесо четче проработано здесь. Трава, пускай другого цвета. Не будем считать, какая правильная. Но детализация точно лучше тут. Далее, десятикратный зум. Смотрите, я там фоткал мушек, которые летают над горкой. И здесь я вижу сучок, вижу трещинки, вижу крылышки каждой мушки. Здесь просто какое-то все пиление. То есть, зум, конечно же, десятикратный. Ничего тут не поделаешь. Он будет лучше. Еще одна фотка с десятикратным зумом. И тоже самое, конечно же, видно, что в разы все четче на ультре. Далее, вот этот кадр, по-моему, он 108 мегапикселей. Дайте-ка я изучу этот вопрос. Да, он 108 мегапикселей. И смотрите, насколько, во-первых, кадр шире, да, угол больше. То есть, здесь захватило отсюда и все кресто. Здесь кресто уже обрубается. То есть, кадр шире, получается, больше влезает всего на основной модуль на ультре. И вы четко можете увидеть вот эту вот божественную детализацию 108 мегапикселей. Если что, не даст вам ни iPhone, ни кто-либо другой, у кого нет такого же хорошего разрешения, посмотрите на эти щеточки. Вы только взгляните, какие они мутные тут. И цвета уже какие-то непонятные, то ли не черные, то ли красные, то ли все серые. Здесь же я четко вижу каждую щетинку. Могу все это проследить. Детализация потрясающая. 108 мегапикселей в режиме повышенной детализации. Тут не поспоришь. Вот эта сетка. Ну что это? Здесь просто не видно текстуры вообще от слова совсем. Здесь я вижу, что это каждая сеточка, видите? Я вижу всю эту фигню. Вот. Не говоря уже о том, что я даже вижу прожилки вот этих листиков на земле. И вообще много чего я вижу, чего не вижу здесь. Вот эта вот штука, как она вам? Вот это вот кресло. Вот здесь я вижу даже шов поверху. Здесь я этого не вижу. То есть детализация, если вам нужна, вы на ультре сможете ее получить. А вот режим 12 мегапикселей, да? И тогда уже тоже получается каша и там, и там. Но все равно, если вот в 12 мегапикселях фоткать, тогда в принципе результат уже похожий, похожий, похожий. Вот давайте этот веник глянем еще разок. Это уже 12 мегапикселей на ультре. И тут, и тогда уже и там, и там все плохо, видите? То есть 108 мегапикселей творит чудеса. А так разницы в общем-то и нет. Но будете ли вы фоткать в 108 мегапикселях, я не знаю. Потому что вам тогда нужна места много в телефоне. Ибо каждый кадр минимум мегабайт по 30. Это вот код дома, разницы тут я никакой практически не вижу. Но усы чуть-четче на ультре все-таки. Так что да. Все-таки это видео говорит о том, что прогресс есть, да? В камере прогресс есть. Не божественный, но какой-то есть. Вот тут вот все в принципе одинаково. То есть ноут 10 плюс хороший по сей день. Может конкурировать с ультрой. Например, вот в этом кадре даже HDR у ноут отработал лучше. Он понял, что это телевизор, что тут не надо засвечивать лица людей и стол. И сделал нам красивых людей, красивый стол. В то время как ультра все засветило. И в то время как стол примерно одинаковый по яркости. При этом детали на столе в режиме... Это сколько мегапикселей, кстати, у нас? А, это 108 мегапикселей. Поэтому HDR тут и не работал. Поэтому и телек засветился. Потому что либо 108 мегапикселей, либо искусственный интеллект. Тут уж выбирайте. Но зато 108 мегапикселей мы календар видим почетче. Видите, есть немного улучшения. Другой город сказал, что я 610 буков не вижу, 610 буков не вижу. Но все-таки почетче. Вот, а на ближнем фоне, кстати... Че у нас как? 108 мегапикселей рулят? А на ближнем фоне 108 мегапикселей не рулят. Потому что четче я вижу все на ноуте 10+, где обычные 12 мегапикселей в этом кадре. А по часам, которые справа от телека, я одинаково мутно их вижу. Но, наверное, на ультре чуть четче. Но нет такого 612 мегапикселей. Тут в 9 раз больше. И прям детализация в 9 раз выше. Так, процентов на 10, то детализация побольше. А фотка весит в 10 раз больше. Стоит ли она того? Ну, смотрите сами. Еще один 12-мегапиксельный снимок против 108 мегапикселей у ультры. И тоже чуть-чуть почетче, но что там нечитабельно, что здесь нечитабельно. Вот я говорю именно про название месяцев. И, например, вот здесь тоже. Как бы тут есть разница, потому что лица у детей там смазаны. И здесь как бы они получились. Но ради этого тратить 10 раз больше памяти и дольше времени на конкретный каждый снимок, я не уверен, что нужно. Потому что тут можно быстро хоп-хоп-хоп-хоп-хоп нащелкать. Если ты нажал на 108 мегапикселей, надо дать время еще обработать этот кадр. Вот. А это уже 12 мегапикселей. И здесь у нас, видите, тоже лица теряются, цвета теряются, но все-таки все равно кадр чуть лучше. Так вы и будете фоткать. Вот настолько чуть лучше, у вас каждый кадр и будет. Теперь фронталка. Фронталка мне нравится на ультре. Разумеется, это в режиме 12 мегапикселей. Как видите, больше детализация значительно по бровям. Цвет более правильно на ультре. Просто какой-то бледный белесый лицо. У меня как-то вытянуто куда-то. Какой-то я пип на голову, и мне так не нравится. 40 мегапикселей можно, пожалуйста, сделать. На ультре здесь этого сделать нельзя. Детализация будет четче на ультре благодаря этому. И цвета мне нравятся больше. Да и задний фон тоже проработан лучше на ультре. Он просто поярче. Против света фронталка тоже как-то искажает меня. Что-то вытягивает куда-то. Мне не нравится. И вот задний фон, например, тоже. Видите, засветы, они больше на ноуте. Деталей там сзади меньше на ноуте. То есть фронталка тоже прокачалась по цветам в темном углу. Тоже здесь опять правильно светается. А тут опять я какой-то белесый. И видео, наконец, сравнение вы хотели, получайте. Значит, что я вам могу сказать по видеочасти этих двух телефонов. Чуть вижу ярче цвета, ярче картинку на S22 Ultra. Так, детализацию быстрее и фокус ловит S22 Ultra. По плавности, по подъему в лестницу все одинаково. Здесь все, в принципе, похоже на самом деле. Приближение в 10 раз. Как видите, на ультре все четче значительно. Все буковки видны. Десятикратная оптика творит чудеса. В темную комнату заходим. Пакет видим зеленый. Ноут здесь плюс в темноте снимает видео ужасно. Цвета вообще не различают. Пакет озон был вместо синего черный. Зеленый пакет был черный. Все было черное. Цветов нет на ноуте вообще в темноте. Все становится черно-белым. Это когда прям полная темнота в комнате. Здесь детализация на стене похожая. Особой разницы я не вижу. Но в темноте ноут снимает видео значительно хуже. Это мы учтем. Верси, кстати, там и там у меня на Snapdragon никому интересно. Вот так вот. Здесь тоже кресло леопардовое на ультре, на ноуте оно плохо леопардовое. Здесь тоже сетку и черный цвет я вижу четко. Тут у какой-то серый появился, белесый. Так что в плохом освещении ноут снимает видео хуже. В нем-то будет все хорошо. Но вот когда условия освещения так себе, то он и по деталям проигрывает, и цвета немного перевирает. С вами был Диман Масл. Так что смотрите, если хотите получить неплохую камеру, замечательный экран с хорошей производительностью, то ноут это ваш вариант. Если у вас денег куры не клюют, то здесь все-таки есть за что заплатить. И зум лучше, и камера лучше, и 120 Гц появились. В принципе, оно того стоит. Но как бы, будь бы у меня 40 тысяч на телефон, я бы не уверен, что хотел брать еще в кредит 40 тысяч, чтобы взять ультру, да. Но, например, взять Fold 2 тысяч за 60, вот это был бы оптимальный вариант. Потому что там уже и 120 Гц, и интересный форм-фактор, и все такое. Но там можно нарваться на фиговый шарнир, он у вас сломается через день после покупки, например, да. Поэтому как-то вот так. С вами был Диман Масл. Эти хорошие проверенные мобилки-моноблоки. Хыть, хыть, хыть.